Бюджет Самары принят. Главный финансовый документ сформирован на три года и будет бездефицитным. Доходы и расходы превысят 18 миллиардов рублей. Основная часть средств пойдет на соцсферу, развитие системы образования, ЖКХ, транспорт, ремонт дорог, благоустройство территорий, поддержку льготных категорий. Я рада, что действительно мы сохранили основные параметры бюджета и действительно он является социально направленным. И могу сказать слова благодарности всему составу депутатскому. Это их первый бюджет вот в этом созыве, но тем не менее депутаты показали себя как очень зрелые, профессиональные люди. Могу сказать, что бюджет принимался достаточно долго, очень вдумчиво. Много было замечаний, много было поправок, но в конструктивном диалоге мы все эти поправки посмотрели, приняли. Существенная часть расходов запланирована на реализацию 27 муниципальных и ведомственных программ. Также деньги предусматривают на реализацию национальных проектов. По предложениям депутатского корпуса проект бюджета после первого чтения был доработан. И теперь в нем учтены дополнительные статьи расходов. Наиболее значимым мы можем с вами озвучить это и замена лифтов, и ремонт муниципальных квартир, которые сейчас будут туда переселены граждане с аварийного жилья. То есть эти деньги максимально все заложили. Также на заседании Думы внесли изменения в бюджет 2020 года. Самара получила дополнительные средства – более 70 миллионов рублей. Их направят на переселение людей из аварийного жилья, на строительство детских садов и школ. На 2021 год предусмотрены средства и для приобретения земельного участка под строительство школы в микрорайоне «Крутые ключи». Работа над бюджетом еще не закончена. В дальнейшем главный финансовый документ города будет дорабатываться с учетом поступлений средств из вышестоящих бюджетов.